12 апреля телеканал архиз 24 отметил свой третий день рождения и как известно пусть меня научат является одним из проектов долгожителей за прошлый сезон я успела изучить около трех десятков новых интересных профессий предлагаю вместе вспомнить самые яркие моменты признаюсь меня ничто не ограничивало и я была абсолютно свободна в выборе профессии для изучения поэтому я пробовала пробовала еще раз пробовала себя в самых разных сферах от здравоохранения и культуры до сельского хозяйства и педагогики я не обходила стороной как популярные и востребованные так и даже экзотические и узкоспециализированные профессии так например однажды я попробовала стать мастером багетного дела сначала меня научили правильно выбирать багеты консультант по имени сергей терпеливо ждал пока я переберу всевозможные варианты задам дюжину вопросов и в итоге доверюсь его зоркому и опытному глазу и найду самый лучший багет для собственной картины а потом мне предложили само его сделать конечно же я не смогла упустить такую возможность и попала в настоящую мастерскую которая как оказалось совсем немногим уступает выставочному залу но в скором времени наличие различных станков и инструментов сперва неясного для меня назначения уже перестала меня пугать и я вполне освоилась чтобы собрать нам нужно сделать что нам нужно подойти к сборочному станку точно так же установить размеры снизу пробивает скоба и тем самым это все крепится по принципу степлера но одно дело собрать багеты совсем другое создать своими руками что-то из цельного куска дерева ведь там где сочетается труд ремесленника с талантом художника рождаются настоящие произведения искусства даже если речь идет о простой мебели одним словом я решила попробовать что-то посложнее стать плотником я застала мастера по имени астемир за созданием журнального столика для своей работы он выбрал бук одну из самых сложных в обработке пород дерева пока мы делали ножки для столика я выяснила как именно и как правильно выбирать ручками держать и вот штук ножку обязательно хорошо чуть-чуть опытные резчики могут работать с любой древесины начинающим рекомендуется использовать липу ее древесина довольно мягкая и соответственно легко режется посмотрела как работают специальные станки а заодно во всех деталях разглядела уже созданы мастером шедевры которые к мебели отношения хоть и не мели но могли украсить своим присутствием абсолютно любой интерьер очень красивый то есть это это нецельный все то же самое как здесь но чуть-чуть сложнее ну понятно начну все тоже самое сначала на фабрифальном стенке все ровно делаем потом склеиваем сначала приклею от туловища отдельный брусок вот потом уже непосредственно приклеил крылья сначала ты сначала приклеил а потом вырезал или сначала вырезаешь потом приклеиваешь начав изучать профессии требующие не только профессионального мастерства но и творческого пара порыва я уже не могла остановиться и из мастерской плотника отправилась в самую настоящую кузницу раскаленный до красна металл снопы искр жар от наковальни и оглушительные удары молотом атмосфера здесь была поистине завораживающей но ковать железо нужно пока горячо я не долго оглядывалась по сторонам и сразу взялась за дело сначала я не была уверена что смогу так же как и мои учителя ловко и непринужденно обращаться с кузнечными щипцами но это отлетит потом так молоток чтобы лучше держать нужно сюда поближе чтобы легче было легче молоток все просто поднимай своим весом надо бить да своим весом не толкать а бить сложно очень все и надо греть если остыл надо еще греть то есть до завтра будем делать донес все вот это оно по все на вот так давай цепляем еще больше и начинаем закалку несём в масло все теперь сюда это очень страшный процесс говорят ну ничего страшного надеюсь что все обойдет пускаем опускаем давай давай смелее 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 все теперь дальше опускаем глубже все чем глубже опускаем чем быстрее тохнет вот когда вот эти пузырьки бегать видишь когда они закончатся тогда нужно вытаскивать так сейчас вот еще пузырьки там если переходить при ударе молоток вот потом рассыпется нужен момент когда вот это чуть-чуть еще кипит или то маленькие пузырьки когда вот почти процесс вот это пузырьков закончится надо уже вытаскивать да и потом возле огня туда положим и она чуть-чуть отпустится возле огня и все можно уже вытаскивать у меня кипит металл еще надо осторожно еще разрушал он может обратно взорваться когда сильно белый дым может обратно еще разорваться разогреться все шум прекратился вытаскиваем пушковухи теперь вот сюда возле костра ложим возле огня вот сюда ложим но такие профессии как кузнецы и плотники должны быть призванием без настоящего таланта и истинной любви к своему делу мало что получится в любой работе потому я решила окунуться в относительно знакомую и главное крайне мною любимую сферу и отправилась репетиционный зал танцевального ансамбля танцевать любят абсолютно все пусть даже дома пока никто не видит человек танцует когда ему хорошо от радости и танцуют когда ему тоскливо чтобы прогнать печаль но вот профессиональный сценический танец это совсем другое дело особенно если речь идет о танцах национальных для жителей например центральной россии кавказский танец традиционно ассоциируется исключительно с лезгинкой но на самом-то деле их великое множество кафа гандаган абизик каждый из этих танцев невероятно харизматичен ярок и оригинален каждый из них имеет свою историю становления манеру исполнения включать в свою композицию сложные элементы осваивать которые танцорам приходится даже не неделями а годами однажды почувствовав мощнейшую энергетику исходящую от артистов ансамбля во время концерта невозможно не влюбиться в национальные танцы ведь на сцене ты видишь не просто результат измирительных репетиций мудрость и опыт хореографов и полную самоотдачу артистов нет ты видишь настоящий полет души в этот раз моим наставником стала анжела борисовна аджиева заслуженная артистка республики ведущая солистка театра танца государственной филармонии карачаво-черкесской республики учредитель студии кавказского танца для начинающих обладательница гран-при на международном фестивале имени махмуда и симбаева в грозном а еще она любящая дочь заботливая мама и между прочим еще и молодая бабушка успевающая как будто прожить сразу несколько жизней одновременно именно она в этот раз учила меня всем этим грациозным движением и вот что из этого получилось первая позиция первая позиция то есть это вот так она выглядит раскрытая позиция опора на мизинцы и на большие пальцы ровный корпус втянутый живот плечи опущены вниз лопатки соединены сзади подбородок наверх и подверни голову в данном случае у тебя идет к левому плечу у меня идет к правому плечу то есть со стороны это выглядит очень просто но я хочу сказать что это далеко не просто это сложно даже просто стоять потому что необходимо изначально научиться делать элементарные позиции это основа сейчас ты стоишь в первой позиции локоточек приподят кисть округлая то есть от плеча рука идет круглая это называется первая позиция так я нормально мне стою плечо может чуть-чуть опустить ниже ручку поднять локоточек чуточку приподнять наверх округлить да при всем при этом корпус немножко подтянуть наверх голову немножечко подвернуть плечо и поднять подбородок чуть-чуть выше сравнительно да не напрягать локоть локоть вот так все пять пальцев лежат очень хорошо можно сделать вздох и раз два три четыре позиция раз два три четыре чуть чуть выше можно кисть пять шесть локоть наверх округлый локоть а линжи семь восемь очень просто но все очень сложно очень сложно потому что весь организм находится в напряжении в очень высоком напряжении чтобы действительно было качественно организм расслабляться просто напросто не должен а и Субтитры подогнал «Симон» Танец – это возможность продемонстрировать красоту души, но эффект нападать в собственную внешность порой не менее важен. Делать других людей красивыми – это тоже профессия интересная и, как оказалось, довольно непростая. Стать визажистом – почему бы и нет? Профессия востребованная, популярная, а главное – высокооплачиваемая. Так я подумала и взяла в руки косметические кисти. Но практически сразу столкнулась с непреодолимой трудностью. Нарисовать мои терпеливые модели брови оказалось очень непросто. Но у меня есть оправдание – брови действительно самая сложная часть в макияже, даже в собственном. Обычно именно на то, чтобы сделать брови яркими и выразительными, подчеркнув их естественную красоту и изгиб, и скрыв недостатки, уходит большая часть времени. Поэтому невозможность добиться идеального результата с первой попытки лично меня совсем не расстроила. В отличие от моей модели. Она мне века крашет. Века, ничего страшного. Главное, что ты должна его растушевать потом. А что мы делаем дальше, Мария? Я вроде как надесывала. Главное, мне не давать смотреть в зеркал. Между делом, она мне шепнула, что я превращаю ее из нормальной девушки в вечно грустного перо. Ну, я правда старалась. С макияжем глаз все оказалось гораздо проще. Особых умений от меня не требовалось. Равномерно покрыть века тенями одного цвета с этим мог справиться даже ребенок. Так я думала вначале, но оказалось, что и здесь есть свои премудрости. Например, очень многое зависит от того, как правильно держать в руках кисточку. Я никогда не понимала, зачем визажистам такое количество разнообразных кистей. Обычно мы, девушки, в домашнем макияже обходимся, ну, двумя-тремя, но никак не двумя дюжинами. Но в процессе я начала понимать, как же сильно конечный результат зависит от выбранной кисти и грамотного ее использования. После такой неудачи мне нужно было как-то реабилитироваться в собственных глазах. Если делать красивый макияж удается не всем, то уж с обычной уборкой каждая девушка справляется без особого труда. Вот я и решила освоить профессию горничной. Сказано, сделано. Признаюсь, к этой программе я решила подготовиться и посмотрела несколько фильмов о горничных, и практически в каждом они по большей части примеряли дорогие наряды, хохотали, участвовали в различных авантюрах и встречали свою вторую половину в виде очаровательного миллионера, случайно забывшего в номере часы. Но оказалось, что все это даже с допуском на режиссерское видение, ну, полная ерунда. Бодренько прохаживаясь щеткой пылесоса по ковру, я задумалась. А ведь работа-то непростая. И даже очень. Казалось бы, что сложного? Метелкой пыль встряхнул, наволочки поправил, кактус палил и гуляй себе на здоровье. Это реальная работа. Физически тяжелая, даже стрессовая и требующая постоянного самоконтроля. А ты попробуй поулыбайся постояльцам после того, как пропылесосил 18 комнат. Думается, легко? Ну, все-таки плюсы у этой профессии тоже довольно серьезные. Во-первых, это стабильный спрос на рынке труда. Это возможность устроиться на работу без опыта и стажа. Всему можно научиться на месте. К тому же профессия горничная не требует специального образования. После того, как мои представления об очередной профессии оказались перевернутыми с ног на голову, я решила, что срочно необходимо вернуть себе веру. Если не в реальность, то хотя бы в чудеса. Тем более, что и повод был подходящий. Празднование Нового года. Как оказалось, впереди нас ждали не меньше. Это не менее важные этапы нашей спецоперации. На то, чтобы доставить главную красавицу на центральную площадь столицы нашей республики, а потом еще установить и украсить, ушло трое суток. Задействовано несколько десятков спецтехники и сотни елочных игрушек. И да, я кое-что оставила на главном символе Нового года. Ну, а потом мне доверили самое важное – зажечь огнебирлянд на елке и центральной площади. Ой, как вспомню. Раз, два, три, елочка, гори! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну и как после такого чудесного переживания не захотеть работать дальше? Подумала я и отправилась на один из самых популярных горнолыжных курортов России, расположенный прямо у нас в Карачао-Черкесии в Дамбай. Сноубордисты, лыжники, любители санок, да и просто желающие подышать морозным воздухом – там они были повсюду. И я решила к ним присоединиться. Но совсем не для того, чтобы встать на кант. В этот раз я захотела посмотреть на такие курорты под другим углом. Ну и заодно научиться новой профессии. Так я и познакомилась с инженерами канатных дорог. Практически весь день они мне рассказывали о том, как устроена система гондольных и кресельных канатных дорог на этом курорте. Делились нюансами своей профессии и провели для меня настоящую экскурсию. Залина, движущиеся колеса на шкивах. Видите, как все это проходит? И вот по нижней части проходит сама кабина. А кабина сколько весит? Кабина более 600 килограммов. А как часто проверяют эти колеса, по которым движутся? Регуляя ежедневно, утром, придя на работу, слесарей по ремонту, а также машинист, проходят обход, визуальный осмотр всей этой станции. Когда все исправно, нет никаких проблем, это визуальный осмотр. После чего включается канатная дорога, запускаются, садятся на первую кабину, слесари, машинист, и они едут наверх. По пути следования они смотрят на опоры, на опоры, балансеры, ролики в исправном несостоянии. Поднимаются на верхнюю станцию, где находится основное управление. В это время остальные сотрудники, дежурные, вспомогательный персонал, они это запускают кабины на линию. Мы можем максимально выпустить 60 кабин. При 60 кабинах, значит, мы 2400 человек можем провести в час. А на сегодняшний день, скажем, по мере накопления гостей на комбайе, мы выпустили 40 кабин. И считаем, что оно достаточно ни очередей, ничего нет. Хорошенько набегавшись за день высоко в горах, я уже и думать не могла ни о чем, кроме чая или кофе. Ну или хотя бы лимонада. Но кто же мог подумать, что приготовление простых напитков обернется именно так. Лимонад. Что? Лучше научись быть барменом. Ну, почему бы и не научиться, действительно. Так я попробовала себя в новой, вроде бы и не сложной, но крайне интересной и тоже довольно востребованной профессии. А заодно узнала некоторые секреты барменского дела. Трубочку подрезаем на изгибе. Наш смыве готова. Может, попробуешь? Давай. Чтобы понятие какое-то было, как оно выглядело на вкус. Это очень, просто очень. Но не всегда все было легко и просто. Однажды во время съемок я испытала самый настоящий стресс. Хотя начиналось все крайне безобидно. Профессия радиоведущего. Что может быть легче и веселее? Так я думала в начале. Известная радиоведущая Анна Лохвицкая, став моим проводником по радиостудиям, рассказывала мне секреты выработки идеальной дикции, показывала, как правильно записывают, а потом обрабатывают свой голос. Настоящие радиощики. Ну, а потом повергла меня в шок, предложив попробовать свои силы в прямом эфире. Ну, я и попробовала. К моему огромному удивлению, спустя первые минут 20 разговора, страх стал отступать. Нет, я по-прежнему боялась что-то сказать не так. Но то ли сработала общая магия радиорубки, то ли Ане все-таки удалось меня немного растормошить, но я заметила, как стала получать настоящее удовольствие от разговора. В глубине души я понимала, что Аня не даст мне провалить мой первый в жизни прямой эфир и сделает все возможное, чтобы спасти нашу в этот раз общую программу. В общем, я слегка расслабилась, и мой голос уже почти без дрожания и нервозности поплыл по волнам радиостанции КЧР-ФМ. Ну вот и все. Поздравляю с боевым крещением. Первый прямой эфир в твоей жизни прошел. Это было очень круто на самом деле. Страшно? Ну, сначала было очень страшно, потом было страшно и интересно. А потом я понимала, что я в прямом эфире, и я уже не понимала, что я испытываю. Я вроде бы как и привыкла к нему, и это тоже пугает, что я к нему привыкла, а вдруг я что-то скажу не так. Это был прям мой эфир. Для меня это первый раз. Это был первый, блин, но не комом. Он не получился комом. Отлично. Зелина, ты молодец, и из этой девочки можно слепить радиоведущую. Главное, чтобы из нее была хорошая телеведущая сначала. Потом подумаем о радиоведущей. Ну что ж, наступил Новый год нашего телеканала, и я надеюсь, что мы вместе с вами изучим еще очень много познавательных, а главное, интересных профессий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин